Добрый день, дорогие друзья! С нами на связи Сергей Михайлович Голубицкий, российский филолог, писатель, журналист, финансовый налитик. Спасибо, Сергей Михайлович, за ваше время. Спасибо вам, Олег. Сергей Михайлович, если позволите, сразу перейду к корневому вопросу, опираясь на вашу публикацию в новой газете. Какое бы законодательство ни было принято в любой стране, где присутствует соцсеть, они будут его исполнять? Они будут его исполнять, безусловно, с маленькой, тонкой, такой интересной оговоркой. Они, в первую очередь, должны еще исполнять собственное законодательство. Поэтому вот тут инструменты давления на корпорации есть, но они не с того бока, где мы можем себе представить. Это выражается в том, что если, скажем, в Бирме, жуткой вот этой, с их военным переворотом, да, вот принимаются какие-то там чудовищные законы, репрессивные, и Google, Facebook, там, и все соцсети, Twitter, там, по своей регуляции требуют от пользователей исполнения этих внутренних законов, они это делают до тех пор, пока не появляется у них на родине, на месте корпорации в Соединенных Штатах другой закон, который говорит, например, поддержка хунты Бирме, это преступление, уголовно наказуемое. И все. И, в первую очередь, Google, Facebook и прочее, ну, любая корпорация должна подчиняться местной юрисдикции. Она не может выполнять закон бирманский и игнорировать свой родной американский. И тогда они не будут. То есть, вот так только это можно воздействовать через законодательство родины матери, место инкорпорации. Вот где бизнес зарегистрирован, вот там должно быть принято решение, которое прямым текстом запрещает делать что? Вот как раз таки яркие примеры, это ограничения по YouTube, по выборам и в Германии, и США. Там конкретно указаны позиции. Это раз. Во-вторых, самое свеженькое, раз уж мы про Сети заговорили, вот этот скандал, который совершенно на пустом месте смешной, возник вокруг запрещения каналов Russia Today, якобы в Германии. Вот. И очень эмоциональная дама Маргарет Тимоньяна, она вот так возмутилась по понятным причинам. Я ее понимаю, почему она возмутилась, но она на эмоциях как бы подставила. МИД, но я думаю, она ничего не подставила, я думаю, там все это хорошо и правильно было сделано, но МИД взял и отреагировал против, она сказала, вы помните, в Твитте, что, точнее не в Твитте, это радио Свободы написала, что она в Твитте, она не в Твитте, а в Телеграме все написала, что вообще жду от родового правительства, когда запретят там Deutsche Welle и прочее, и прочее. Вот. И МИД взял, еще и отреагировал, написал там про эту Миди Барбароссу, или как они это назвали, и тоже на Германию. И вот тут нестыковка на уровне, при чем тут Германия, что Германия сразу отреагировала, сказала, да пойдите вы все, что вы приплели Германию, когда идет конфликт между американской корпорацией и вами, мы тут при чем? YouTube американская компания. Каналы располагаются на YouTube, это американские каналы, мы-то тут при чем? Ну, тут они лукавят несколько, потому что они-то очень при чем? YouTube выполняла, запрещая два канала, Rush Today и его боковой этот канал, куда они... Ну, там очевидные же вещи, что она могла, может, перепутать в эмоциях госпожа Симонян, что сказала, что на ровном месте взять запретили, но там, конечно, не на ровно, там их же на неделю, блокировали им... По какому поводу сейчас? Уточню. Блокировали, предупреждали, потом закрыли. Закрыли за то, что после предупреждения они перенесли контент, вот эти видеоролики, запрещенные, что тоже, конечно, перенесли на свой попочный этот Филендер, как он там, ПАТ, да, ошибающаяся сторона, вот это второй канал. Вот они перенесли туда и нарушение уже всех их внутренних регуляций, и они тогда забанили без права восстановления. Но в чем она, как бы, права косвенно? Google выполнял немецкие законы о ковиде в данной ситуации. Другое дело, что эти законы точно так же с таких же Соединенных Штатах не совпадают. Ну так вот это запрещено, такие вещи говорить по немецкому законодательству, их, собственно, так как Германия. Причем Google исполнял их не американские регуляции, а их, потому что вещание по-немецки шло. Но точно такое же, если бы это было в Америку, точно так же и там бы можно было запрещать, потому что там тоже нельзя поговорить. Поэтому, как бы, самый вывод главный из этого всего. Тут нет ни правых, ни виноватых. Тут все играют свою линию. Если мы будем пытаться брать это по модулю, то с позиции, там, либертарианства, либеральной идеи или как угодно. Мутное понятие. Но, тем не менее, если для нас, так сказать, абсолютная свобода, это самая главная ценность, все тоже сомнительно. Но вот тогда, конечно, это все чудовищно, что YouTube, так сказать, берет и запрещает контент любой. Он должен сопровождать, ну, я же, по здравому слышу, если там жуткие какие-то вещи, он должен закрывать это там от детей, писать эти вот, как они пишут, детям до 18, делать предупреждение. Я так не считаю. Ну, вот я лично, я считаю, что он правильно делает. Я не сторонник вот таких дикостей, ну, потому что вот эти все оценки либеральные делают с позиции самых продвинутых, самостоятельно мыслящих, созревших индивидуумов, личностей, которые способны сделать, провести анализ, понять, что хорошо, что плохо, так сказать, идти самим решить. Правильно, это неправильно. Отделить зерна, простите, 1% на земле. А 99% людей другие. Они это не способны делать. И поэтому, когда им что-то показывают, что они, во-первых, этому всему верят всегда, что от нехватки знаний возникает, это нормально. А во-вторых, это просто вреднейшая вещь. Ну, просто люди могут продаваться духовно и как угодно. И это абсолютно, в моем представлении, факт. Но, ладно, вот запрещает гугл, да, запрещает. Ну, за Роскомнадзор, там, ладно, что это непропорционально, там, на один запрет гугл, Катюшевый залп от Роскомнадзора и там 50 тысяч сайтов, так сразу, хоп, вот. У нас же список самый большой в мире у запретных тем Роскомнадзора, он же вне конкуренции, в рекорде Гиннеса, чего нельзя показывать русским людям. Ну, то есть, как бы, это обидно для русских людей, наверное, почему же так это за дураков-то что ли держишь, вообще ничего нельзя. Ну, конечно, с Китаем не сравнимо, потому что там все нельзя, кроме китайского, там просто хлопнули и никакого. Есть китайские интернеты, а все остальные идут в леса. Там самобытность, конечно, три тысячи лет культивировалась, они уже совсем другие, наверное, им уже не нужен ничего. Ну, вот мы вторые Роскомнадзора. Ну, это непропорционально, но по... Это количественно, а качественно, все одно и то же. Что запрет Google, что запрет в Твиттере Трампа в декабре прошлого года, что Роскомнадзор, это все одно и то же. Это желание заткнуть рот, вот, которое можно понять, так скажем. Ну, во-первых, надо понимать, обязательно и усвоить, что это универсально, это не кровавая гибня и не кровавая гибня. Это общий тренд всего мира. У меня каждое утро начинается с того, что я, чтобы не забывать все свои языки, просматриваю ленты информационные. Вот я смотрю бразильскую ленту, там французские, все основные, немецкую, английскую, там румынскую, греческую, ну, много там языков. Вот я, чтобы держать, я их все время читаю, каждое утро я их читаю. Поэтому я в курсе того, что происходит в совсем немыслимых местах. Вот поверьте мне, нет, но абсолютно те же тенденции и проблемы в Бразилии, но абсолютно в Греции, в Румынии, в Венгрии, ну, с Европой она более-менее единая, мы про них все знаем. Но я вам называю территории, которые, как бы, может быть, большинство, слушайте зрителей, не знают. Вот Бразилия, ну, кто или Греция, кто там, знаете, или в Румынии. Вот я вам сообщаю по тому, что я вижу, вот все то же самое. Вот эта тенденция нетерпимости к альтернативному мнению, она универсальна, и, как следствие, желание заткнуть рот всем, кто с кем-то не согласен. И это можно понять. Ну, вот мыслящий человек поймет, почему. Это реакция. Кстати, после статьи я вот горжусь, что я именно эту мысль сформулировал, потому что она самая ценная. Это не с потолка взялось, вот это, что мы сейчас наблюдаем. Это реакция спонтанная, естественная, беспомощная, традиционного мира, общества и цивилизации на гиперинформационное пространство, которое появилось в 90-е годы в виде интернета. Когда тебе вместо одной Франкфуртера Ольгемайны, которую ты там читал, или там Правда, или Нью-Йорк Таймс, тебе подсунули миллион Франкфуртера Ольгемайны, и не только Франкфуртера, не только Ольгемайны, и не только Одну Правду, а в каждой деревне своя Правда. И ни один обком там Госдеповский, а 50 обкомов в соседних территориях. И вот когда тебе все свалили на тебя, и тебе надо в этом как бы разобраться. И ты видишь, что на одно твое мнение есть 1050 мнений, которые прямо ему противоположны. И каждая в разную сторону. И просто цивилизация наша, она просто захлебнула. У нее начался информационный шок сперва, а потом ступор, а потом культурологический шок. И как-то вот что с этим делать, когда такое количество мнений, когда уже в итоге никому верить нельзя, ничего нельзя, за что зацепиться. А вот за то, с чего я пришел. У меня есть принципы, то, что тут называют в России традиционные ценности. Мы хранители, там традиционные ценности. Скрепность. Ну да, это же как бы странное такое понятие. В чем это? В сохранении семьи или в сохранении домостроя. Вот там домострой тоже наши традиционные ценности. В жене там, так сказать, неправильный взгляд поведения и не пересоленный суп. Это тоже нормально. Это даже домострой вот описано в 19 веке, да, в катехизисе поведения семейного традиционного. И однополый брак. Ну то есть ясно, что по ценностям я все пытался понять. Какие же ценности традиционные были? Что не пробовал, все свелось только к одному. Потому что жить по правде, простите, ну это все, возьмите любую литеранскую идею, возьмите кодекс этики по артистантизму, вы увидите, что там прям тут только по правде. Жить еще больше себе. Вот то, что в Америке. У меня в 90-е годы, когда я еще только первый раз переехал в Соединенных Штатах, мне поразили эти плакаты на каждой улице. Хайвэй, в смысле. Ешь и там, говорит, be a hero, будь героем, видишь правонарушение, номер телефона, быстро звони и стучи. И я думаю, да елки, что ж такое творится, везде призывают стучать друг на друга. И в общественном сознании термин преступник – public enemy. И не то, что это навязанная пресса, это так человек, гражданин Америки, ощущает. Преступник – это public enemy, это враг общества. В России, в России русской традиции, что такого никогда не было, когда шли эти каторжные по шляху, им же все время бабульки сердобольные подпихивали, идут, и мы все такое. Нас преступник – это несколько другой. Это противник власти, любой, любой власть имущей. И это уже хорошо в сознании. А там, вот наоборот, меня это все поражало. Как же вот так это они с этим живут? Так что вот эти в плане скреп, жить по правде, Солженицынская, бесценная, чудесная идея, но она не особенная. Она универсальная идея. Ну и вот я думал, думал, что там осталось. И понял, что это борьба с гомосексуальностью. Вот все. То есть традиционные сервисы отставили гетеросексуального брака. Вот, наверное, это. Потому что, опять же, сказал, есть домостройство и прочие вещи, они тоже традиционные ценности. Но вот эти традиционные ценности тут. Точно такие же Болсонару в Бразилии президент выводит. У него там свои. У Орбана, Виктора Венгерского свои ценности. У Турков этих президентов свои ценности. У всех свои ценности. И у американцев какие-то свои ценности они видят. То есть все поняли, что в море информации все утонули. Как на это реагировать, они не знают. Все зацепили. Что есть, есть наши ценности. И вот те, с которыми мы совершили. И вот мы их отставим, а со всем остальным начинаем бороться. Это реакция на гиперинформационное новое общество, которое создало интернет. Ну а в России к этому добавился рессентимент, чувство обиды на то, что не приняли. Вот такие тенденции. Получается, что Китай вторая экономика в мире. Благодаря чему? Благодаря тому, что они огородились, в том числе информационно. Как это коррелируется все? И в нашем случае. Алис, вы видите, что никто... Когда вы последний раз слышали претензии Китая за разгон демонстрации на студентов, что натянем мы не в 89-м году, да, или в 89-м году. Когда последний раз Белый дом издавал возмущенную резервицию. Это долго будете вспоминать. Ну где-то там может быть. Ничего это не вспоминается. Почему? Потому что Китай, потому что Соединенные Штаты вообще, как бы они... Я не понимаю, откуда берется непонимание Соединенных Штатов. Это очень простая и понятная страна. И она очень последовательная. Поскольку я много изучал вот то, что было в 19-м веке, на рубеже веков, особенно в финансовых структурах, в финансовых тенденциях развития американского общества, и в корпоративных каких-то векторах движениях, то вот там это настолько было четко уже проявлено. И я сопоставляю с тем, что было, с тем, что сегодня. Я вижу удивительную консистентность этой страны. Она развивается очень последовательно. Она ничего нового. Она делает только одну вещь всегда. Она старается минимальными усилиями получить максимальное количество благ. Материально. Все. То есть, когда можно купить вот Панамский канал... Вот у меня большая была история, как происходил Панамский канал, как его французы создавали, потом все оказалось у американцев, как Южные Штаты попали в Америку. Они же не хотели воевать с Мексикой. Они все покупали из Панамского. Они купили у русских Калифорнию, они купили у русских Аляску, они купили у французов там Аризону. Не Аризону, это Новоорлеан, Луизиан. Совершенно французская территория. До сих пор там все. По-французски кажется, второй год. Ну вот и у мексиканцев они Южную Калифорнию купили. Ну а там, где мексиканс не отдавали, там пришлось немножко побоевать, и они забрали это. То есть вот все, что делала Америка, она делала исключительно, вот по-простому, минимальными усилиями добиться максимальных прав. Желательно купить. Ну не получится уж скрипя сердцем, можно повоевать. Уж как с Японией они не хотели воевать. Вот и даже, то есть вот Перл-Харбор, это же была трагедия страшная национальная. Америка единственная страна, которая Японию защищала 50 последних лет, ну до Перл-Харбор, потому что все европейские страны хотели ее разорвать на мелкие кусочки. Они бы ее разорвали на мелкие кусочки, гарантированно, если не американский флот, который пришел и стал там у берегов Японии, никому не дал, ни немецким, ни французским кораблям, ни английским, уничтожил эту страну раздербанить. Они их воспитывали, они их образовывали, они им создавали офицерский корпус, обучали воевать, поставляли оружие. 50 лет после этого американцы взяли и разбомбили им флот Перл-Харбор. Это была, конечно, трагедия для них. И вот тогда они нехотя вошли в эту войну, куда они тоже не хотели влезать. Вот и все. Там нет никакого злодейства. И есть набор каких-то так называемых ценностей, которые они миссионерски всем навязывают, и достали уже невозможно. Поэтому о какой-то этике говорить в политике вообще смешно. А уж в американской и подавленной. Ну, а что мы хотим, чтобы она только в российской присутствует? Ее нигде нет. Вот эти главные вещи. Что вот абсолютно универсальные тенденции. Раз. Непонятные претензии России к Америке. Два. Потому что там все настроится на программитизме. Так вот, если российские все действия очистить, как бы от этого рессентимента унизительного для нации, наверное, такой большой, и избавить ее от вот этих всех глупостей, то мы получим Китай. А что такое Китай? Китай – это Америка. Вот Китай взял полностью американские все вот эти принципы соблюдения собственных интересов. Поэтому мы не видим возражений американцев на все эти фаерволы китайские. Делайте, что хотите. Китай – фабрика всего мира. Все. Вот в таком виде она интересует. Там все заводы. Китай без этих заводов – ничто. Разговор о том, что Китай там всех бросит, это для бедных и людей, которые ничего не понимают, как устроен этот мир. Китай ничего не бросит. Потому что все станки начнем с... Вот, кстати, никто не знает, на чем они там производят. Китай все производит. Ничего он не производит. Китай производит на оборудование, которое поставляется из Европы. Из пяти самых крупных производителей, производящего оборудования, из пяти четыре находятся в Европе. Тоже интересно так. Все говорили, Европа погибла, ага. Погибла. Одна американская компания, четыре европейских. Там и датчане, там и немцы. И они делают оборудование у себя. И не в Китае. И чтобы Китай запустил любую мощность по производству полупроводников или чего-то для американского. Intel, AMD или кого-то еще. Им нужно немецкое, датское оборудование. Французское. И без него они ничего не могут. То есть, если кончится, все станет. И не будет никакой Китай. Поэтому там все так связано, что это никто никуда, ни от кого не уйдет. И была мысль такая. Раз эта фабрика, ее надо беречь и оберегать, она должна работать как часы. Если... А кто там работает? Там китайцы работают. Кто там понимает, что такое китайцы? Американцы? Нет, они не понимают. А датчане? Не понимают. Кто понимает? Китайцы. Их компартия, которая там сто лет у власти. Уже худо-бедно. Значит, раз китайцы под китайским правительством, вот пусть они с ними делают, что хотят, как хотят, но так уж в приличиях, чтобы хоть геноцида не было. Ну, там нет геноцида. Социальный рейтинг? Пожалуйста, делайте. Что хотите? Хотите, социальный рейтинг будет. Но мы туда не лезем. Вы там делаете свои фаерволы. Нам все... Что? Кому-то в Америке не все равно, но что смотрит там китай в своем байду, что он там ищет, да пусть он делает, что хочет. Ему главное, чтобы вот смета, вот столько надо произвести, столько процессоров, столько полупроводников, столько памяти, чипов памяти, вот, пожалуй, произведите, дальше делать, что хотите. Ваша компартия, которую вы 80 лет там держите, вам она нравится, вот пусть она вас разрует. Вот и все отношения. То есть это чистый прагматизм, да? Ну, а что... Применима к России это не сработает, Сергей Михайлович? Почему? Он думает, что нет. Вот я еще и сюда хочу подведить. Я ставил вопрос вот именно так. Можно ли в России построить это дело, китайскую модель? И вывод там сразу, без деталей, добегая вперед, ответ был такой, что нельзя. Но не потому, что они его не могут технически построить. Могут, и уже все вот показывают очень эффективно, они это все делают. Но... И вот тут начинается. Почему ее нельзя построить? Потому что для Китая отделиться от мира не было проблем. Потому что Китай никогда не был частью европейской цивилизации. Ну, что значит мир? Ну, это именно, надо называть вещь своими именами. Это Европа и Америка. Грубо говоря, западная цивилизация. Вот Китай не часть западной цивилизации. Его, в принципе, даже отделять не нужно было ни от чего, ни от кимферон, потому что они другие. Ну, вот другие. Даже китайцев очень много в Америке живет. Чайно там в каждом городе. Но от этого они не становятся американцами. Они китайцы в Америке, да? И они связи с диаспорой. Это она связана с Мейнлендом, со своей родиной и никуда там не денется. Но русские это другие, понимаете? Вот я понимаю, что и там и татаро-монгольская ига, и корни, и восточь. Все замечательно. И москипы, и азиаты, и все это хорошо. Но 300 лет Россия часть европейской культуры имманентно. Не на уровне народа. Кстати, народ, он все-таки как раз и был. Как он был? В 18-м, вот еще в 19-м, при Чиадаеве. Вот это проблема. Когда Шафаревич начал говорить про малый народ, все начали говорить про евреев. Непонятно, при чем тут евреи. И Шафаревич их особо не видел. Имеется в виду дихотомия внутри русской нации. Малый народ и большой народ внутри русской нации. Большой народ, вот он, соборный, коммунальный, уходящий в корнями в азиатские традиции. И малый народ, который, вот он совсем крохотный, который европейский, весь на Вольтере, весь на Дидро, как царица. Екатерина весь там говорил 50 лет по-французски только дома и другого языка не понимал, а потом на немецкий перешел при Николае там втором. И вот это два народа внутри одного. И так вот народ большой, их больше численно, но они пассивнее. И они не пассионарные. Это хранитель ценностей, хранитель истории, потому что вот этот малый народ, он такой, как жидкость, он перетекает, снялся и уехал. Какие проблемы? А большому народу некуда деваться. Он живет на этой земле, на этой траве, он ее там возделывает, он там корнями, он там дальше райцентра не выезжал в своей жизни и загранпаспорта не имеет. И так было 100-200 лет назад. И сегодня так. И вот этот большой народ, он большой по ценности и важности для нации и ее истории, но небольшой для создания процессов, которые эту историю могут менять. Так уж исторически сложилось, что один человек может изменить все. Вот не так проснулся, не с той ноги, Наполеон или Иосиф Виссарионович, или любой диктатор, да, и начал войну, или повернулась. И это вот вся история человечества строится из-за того, как один человек может делать все. А что же, это даже на таком уровне, а что же говорить тогда о малом народе, ну вот этой пассионарной частью нации, энергичной, которая влияет на общество, которая устраивает там эти выходы на Сенатскую площадь, как декабрист. Вот это вот все. Они очень энергичные, очень активные, они другие, и они здесь есть. Вот ты же не можешь всех пересажать, так сказать. Их невозможно пересажать, потому что, я думаю, в администрации президента две трети сидит, на самом деле, вот этих малого народа, вот этой пассионарной части. Она себя, хоть ты злой, чувствует интегрированную западную цивилизацию. И не только потому, что там банковские счета, там дети учатся, как принято, так сказать, примитивизировать ситуацию. Нет. Ну, потому что она внутренне ощущается. Понимаете, если китайцу закрыть Фейсбук, китайцу пошарабану, и потому что и у Фейсбук для него ничего. А для нас нет. Вот для России и вот этой пассионарной части. И поэтому вот физически закрыть там это все можно. Я думаю, так и будет. Вот для большого народа закроют эти Фейсбук. Большой народ разницы не почувствует. Он все равно сидит в контакте. Но вот тот пассионарный кусочек маленький, то, что Ленин называл нацией, да? Интеллигенция. Ну, вот это он и есть. Малый народ. Это и есть одно нации. Вот это вот. Интеллигенция. 2% по высказыванию Владимира Рудольфовича или шпшивая интеллигенция. Ну, вот это мы и есть. Вот они будут перекройте все. Во-первых, они найдут способ пользоваться с Фейсбуком дальше. Ну, а насколько власть волнует, это непонятно. Сергей Михайлович, позвольте задать вот такой, может быть, несколько провокационный вопрос. Можно, с учетом нынешних реалий, постараться на него ответить очень аккуратно. К какой части народа относится Владимир Путин? Владимир Путин в моем представлении относится к большому народу. И не просто вопрос моем, я абсолютно в этом убежден. И не только по своему происхождению, это как бы не особо важно, сколько по своему миру ощущений. И понимаете, как бы мы там не относились к нему, я не голосовал никогда за него, но я вообще особо не голосовал, у меня другие взгляды на голосование, но это мои личные проблемы. А как бы мы не относились к нему, мы, понимаете, если мы будем и дальше говорить, я имею ввиду про мозг-нации опять же, и дальше говорить, что вот там узурпация власти, то это будет балансировать между придурочностью и цинизмом. На грани еще и самообмана и с сугестии, которые закрывают нам реальность. простите, у Путина была есть поддержка большинства. Вы можете тут спорить о цифрах, 87%, 78%, это не имеет значения. Она была 20 лет назад, 15, 10 и сегодня. И то, что там новая Россия или как они там называют? Новые люди. Не-не, вот там основная, единая Россия. Единая. Я в политике поэтому я не знаю, как там будет. И то, что единая Россия там набрала там на сколько-то процентов меньше, да ну и бог с ней. Во-первых, единая Россия не Путин, начнем с того. И в русском сознании так всегда было. Одно дело царь, другое бояре. И все бунты там от Пугачева до Степана Разина и всех мелких начинали с того, что и заканчивались тем, что они шли защищать царя от плохих бояр. И другого нет. И поэтому в русском сознании Путин ведь Путин, а Единая Россия Единая Россия. И если надо сдать Единую Россию народу, он ее в пять минут сдаст и поменяет. Но чтобы защитить как бы Путина. Вот это очень важный момент. Так что Путин и это видно по поддержке большинства населения. По этой причине я, кстати, и не голосую. Никакой тайны нет. Я не считаю возможным для себя высказывать свое мнение, которое не соответствует мнению большинства. И по моему представлению демократии это и есть отражение желания нации. Вот когда я увижу, что большинство нации реально не хочет, вот тогда я пойду и буду голосовать. А пока я свое мнение считаю, вот это только какой-то форма самого. Вот я пошел, проголосовал и продемонстрирую, что-то зачем мне это нужно. Я не делаю секрет своих взглядов. Вот Мария Захарова там рассказывала про меня у Соловьева, что даже среди либералов есть, как она сказала, честные люди. Но не важно. Так вот я не делаю секрет своих взглядов, я не нахожусь в том лагере. Я нахожусь исключительно в либеральном лагере по мышлению. Для меня западная цивилизация европейская, это моя родная цивилизация. И я вижу Россию, часть ее. Ну вот так. Но я не вижу поддержки среди большинства населения этих идей. И я не считаю возможно, и смысла не вижу идти там и добавлять лишний голос, который все равно будет миноритарный. А поскольку у нас демократия любая, она все равно будет при уважении прав меньшинства отстаивать мнение большинства и утверждать идеи большинства. Но вот идея большинства, вот она пока, она из года в год голосует всегда одинаково. И Путин его выбор. Путин выбор русского народа. Плохо, хорошо бы сейчас не говорим. Вот так. И поэтому есть. И он сам себя ощущает именно так. Он не видит, он не видит себя представителем малого народа, интеллигенции, мозга нации, вот этого всего. Он себя, его интересует вот именно вот тот большой народ. и как он А что касается его окружения, Сергей Михайлович? Вот это очень сложно, но это не очень важно. Вот как ни странно, так сказать. Да, там они могут быть, шептать, но нашептывать, ну, как при любой власти во все исторические времена, что-то они там нашептывают, наговаривают на ухо правителя. Но правитель может слушать, мотать на ухо и поступать по-своему, как, я думаю, на самом деле происходит в большинстве случаев не только с Путиным, а со всеми. Все-таки представление о том же правителе марионетка, это какая-то глупость наивная. Очень сложно пройти на самый топ на самый топ марионетки. Вот на какое-то место поставить могут, да, но там назначить олигархом можно и дать тебе какую-то часть собственности от ваучеризированной. А сделать тебе президентом марионетку я как-то не могу себе представить, потому что это не та должность, где может быть марионетка, потому что в любую секунду, если марионетка умная, она по умолчанию должна быть умная, чтобы хотя бы, если она марионетка, его выбрали из миллионов других, да, так вот это та должность, где можно свернуть в бараний рук всех, кто тебя выдвинул буквально там за 24 часа при большом умении там особо и даже не надо. Ну, то есть вот так выстроить ситуацию, что вот тебя привели, марионетка, через сутки там все, кто тебя привели, они уже никто и звать их никак, и если они вообще... По образу Северной Кореи, как он зачистил всех... Ну, да, поэтому я не верю в правителей марионетка. Я считаю, что эти люди, которые достигают высшей степени власти в государстве, никогда не бывают марионетками. Это селфмейдмены, ну, вот именно в этом смысле самосебязделавшие люди. Как они туда шли? Путин, там, говорят, носил портфель. Да все носили что-то, интересное дело. А дети русских царей были там рядовыми. И младшими лейтенантами в армии. И что с того? Кто что? Каждый строил свою карьеру, как строил. Но результат вот такой. Вот есть. Поэтому вопрос об окружении, он и релевантен. Сегодня одно окружение, завтра другое. Сегодня есть сурков, завтра нет сурков. Там пришел, ушел, там, это неважно. Сергей Михайлович, а если мы речь ведем о большом народе, глубинном народе, есть ли у него такое качество, качество народа, как отторжение того, того, что надоело. Ну, вы понимаете, к чему я говорю. Или оно напрочь отсутствует, как таковое, это качество? Не, оно есть, и безусловно. И то, что мы его не видим сейчас в действии, значит, не надоело. Вот и все. И других выводов тут делать невозможно. И это глупо опять. Себя обманывать. Вот народный. Было бы надоело, но не по-другому проголосовал. Проголосовал бы так, что никакое бы умное голосование там не понадобилось и никакое передергивание не получилось бы. Вот невозможно, когда за правящую партию голосуют 10%, ну, просто невозможно сделать 90%. Вот ясно, что за Лукашенко что-то там голосовало и много голосовало, что они могут если подтасовать, то так как подтянуть, дотянуть. Но очевидно же, что этого нет. Очевидно, что никакая чаша терпения никого нигде не переполнила. ну, люди же не слепые, да, и они все видят и все понимают. И им очень многое не нравится. Но они же взвешивают все. Они вот на одну чашу весов кладут это, а на другую чашу весов они кладут, что им противоставляет. Что им противоставляет? Ну, вот то, что власть российская говорит, с чем она борется. С неприятием тех новых тенденций в западной культуре и цивилизации. В первую очередь, как бы вот так это позиционируется. Плюс враждебное отношение к России, плюс чувство и сантиметра. Так вот, если взять эти ценности европейские, да, на самом деле, там просто от недопонимания. Это мое убеждение. И в этой ситуации непонимание возникает того, что такое западная современная цивилизация и что она там навязывает. Это что вы думаете? В Германии другой народ? Или продавляющее горшинство французов? Нет, конечно. Оно точно такое же, как в России. Оно такое же, как и во всем мире. Во всем мире процент все примерно одинаковый. Со всеми каменнагаутами, не каменнагаутами, но все одинаковое. Так а в чем тогда проблема? В том, что их, европейцев, приучили после чудовищных 200 лет бесконечных боев, которые они периодически там любят устраивать друг другу, когда 50 миллионов в одну войну замочили, до этого 25 миллионов замочили, это же просто кошмар. Если вы посмотрите на европейскую историю, это более чудовищных народов. Представьте, это вам не китайцы, где один английский полк приходит и всю другую страну защищает. И не индусы. Там все по-другому. В Европе это кошмар. Понимаете, что они, и не про Констагаря, а про Верден, посмотрите на эти бойни, которые там были. И вот этим народом, вот эти умные правительства европейские, ну, видимо, не такие умные, потому что неправильно они это делают, но вот им пришло в голову, что как-то надо этих людей переделать. Ну, как их переделать? И они родили идею мультикультурализма. То есть, идею такую, что, что такое мультикультурализм? Это терпимость другого мнения. Мультикультурализм это только одно, это антибольшевизм. Это антибелое черное. Вот представление первого. Но общество меня воспитывает таким образом, что я его терплю изуважения к чужому мнению. То есть, мне с детства, со школы вбивают в сознание то, что каждый человек может быть другим. И он имеет право быть другим. И он имеет право отличаться от меня. Здесь идет колоссальный перегиб очевидный. И тут должны быть пределы. Они пределы выставляются элементарно. И французы больше всех пытаются их как-то реализовать, но тоже не хватает как американцы говорят болс, яиц, чтобы это реализовать. Идеи такие. Ты приехал жить во Францию, замечательно, живи, пользуйся благами, ты принимаешь наши законы. Ну, вот эти тонкости мультикультурализма не видят. И наши советские люди это не могут видеть, потому что мы советские люди. Нас 80 лет учили другому видению мира. У нас черно-белая картина есть. Мы, они враги вот этой дитэхотомии. Плюс рессентимент, о котором я говорил, ощущение, что нас обманули, бросили, обобрали. Хотя это неправда. В 90-х годах никто никого не обобрал, обобрали свои же. Свои же, те же бывшие большевики, правители, партийные элиты и прочие известные структуры, они просто все забрали себе. А поскольку я там в 90-е, я не знаю, не подслышки, в 91-м году и совместное предприятие с американцами создал по медоборудованию. Я был изнутри всех 90-х годов. Я видел все процессы изнутри. Всех американцев чертой матери выкинули отсюда. Их первыми, потому что они взяли не умели давать. Американцы вообще с этим проблемами. Их же также из Ирака вытурили отовсюду. Они там воевали, воевали, потом пришли, смотрим, все концессии забрали итальянцы. Как так? Что такое? Потому что итальянцы умеют давать на лапу. И русские, кстати, там тоже очень хорошо, по закону. Их приучили и давать нельзя. Вот мой партнер американский ввел себя точно так же в России. И поэтому его бизнес очень быстро закончился. И всех этих вот чужих, иноземных быстренько уже к концу 90-х никого не оставил. Весь бизнес остался в России и русские. И русские олигархи забрали все. А не американские там и никакие. Поэтому претензии, так сказать, рессентимент мало на чем основаны, но они есть. Есть рессентимент, да, вот мы в обидках на весь мир, который нас не сделал равным. А все время на галерке где-то там держал. И в семерке, восьмерке, которые сделали восьмерку, потом выбросили в двадцатке. Вот везде мы как бы вот так. Рессентимент, вот это большевистское мышление, непонимание того, что на самом деле есть мультикуртуаризм, это защита от боинств, просто от геноцида. Вот что такое на самом деле. Терпимость другого мнения. Ну вот это непонимание, это непонимание. Вот это все положить на одну чашу весов, а на другую чашу весов недовольство. Очевидно, объективно того, что мы наблюдаем. И все время перевешивает пока первое. Бессентимент, плюс вот это нежелание вот того. Их он не хочет народ того. Вот, поэтому он хочет. А русская цивилизация, с учетом того, что мы сейчас это все обсудили, каковы шансы у нее выйти вот с этого состояния. Хороший шанс. Я считаю, замечательные шансы не никого. Это, понимаете, вы видите, что я все время ухожу от политики, ухожу от частности, потому что мне просто лично это совершенно давно уже не интересно, лет как 25. Мне просто нравится, и я считаю, что любой мыси человек должен все время пытаться выводить банальность частности, выводить на обобщение и на попытку осмыслить реальность как-то, ну, как минимум за гранью политики ее партийности. Вот это невозможно. Меня бесит партийность в любой форме, когда вот ты с кем? Да ни с кем. С Украиной или России? Да ни с кем. Мне украинцы, большевики в Украине не нравятся так же, как большевики в России. Вот и все. Я против большевизма вот этого двуцветного мира. Вот и все. Вижу я на Украине ничуть не меньше, чем тут. И потому что я там очень много времени проводил и до Крыма, и после Крыма ничего особо не изменил. И то, что я вижу сегодня на Украине, это кошмар. Точно такой же, как и был до того. Ну, вот потому что... Кстати, интересный факт, что в Советском Союзе самый большой процент коммуни... Большой членов Компартии КПС был на Украине. Не в Казахстане, не в Узбекистане, как можно было предположить, а на Украине. Вот интересный факт, о котором можно долго думать. Почему так вдруг? А вот так, там очень любили это дело. Ну, так вот, они и остались такими. Жить тут тоже. Выйдет из мурака из этого Сергея Михайловича или нет? Какой-то перспективе хотя бы. Да, так вот, возвращайся о том, как будет. Вот, все время надо стараться выходить за пределы вот этой ограниченности и политики, и партийности политики, пытаться осмыслить, но хотя бы на уровне и этики, на уровне истории, и человечества, и универсальных тенденций, видеть все время, что все универсальное, это не частности в России, ничего. Вот в том контексте вся эта суетня, все эти русском надзоры, фейсбуки, это такая фигня, понимаете, и для русского народа. Это такое, это сегодня есть, завтра нет. Господи, чего тут только не было. И какие-то, не переживали мучения и трагедии, как было трудно. И всегда он выходил и выйдет, потому что потенциал фантастический. Ну, то есть, я реально, поскольку я говорю на девяти языках и знаю те народы, на каких языках я говорю, и постоянно по всему миру путешествую, я могу сравнить. Потенциал просто фантастический. Я, честно, не видел таких людей, как вот тут. И если такие, всякие глупые и умные, это не имеет значения. И чем больше их таких и других, это хорошо, потому что это создает, как гулянт, вот то, на чем все валится. Потенциал русской цивилизации безграничный. Ну, ну, абсолютно. Я большую часть времени провожу сейчас в криптоэкономике, в DeFi, в децентрализованных финансах. Это самое интересное, что я знаю, и мне другого, как бы, по большому счету, не интересно. Так вот, в мировом DeFi, децентрализованных финансах, вот всех этих блокчейн-технологиях, вы даже представьте, не можете, влияние русских. И как много там создано русских. Ну, грубо говоря, половина. Вот половина всех прорывных технологий, там русские люди. Виталий Кабутерин и кончает, там, и Ивановым, Миша Захаров, там, ну, миллион. Понимаете? Огромное количество русских людей. Откуда они? Да, они живут все в Беркли, они живут все в Калифорнии, в Силикон-Долине, они по всему миру разбросаны, там, в Сингапуре. Все давно уже. Но они все остались. Были и остаются русскоговорящими, мыслящими, как русский человек. И, то есть, потенциал фантастический, и интеллектуальный, и духовный. Это одна из редчайших наций, которая соизмеряет каждый свой шаг с этикой. От этого у русских бесконечные проблемы. Никто в мире давно с этикой. Я вам вот приводил всю американскую идею. Американские Грегор, которые вообще вне этики. При том, что они очень этичные. Они религиозные, они этичные, они воспитаны на протестантской этике очень серьезной и очень честной, и хорошей. И это позволяет им хорошо работать. Но они не путают это с политикой, и не путают это с путем, который проходит страна. А русские не могут это. Русские во все впитывают, вписывают этику. И все время пытаются жить по... Вот Солженитин же гениально сказал. Жить по правде. Вот все время. Откуда у нас идея понятия? Жить по понятию. У меня была большая статья на английском языке. 7 лет. 6 лет. Это в 2014 году. В апреле. После Крыма. Я как раз и написал. О... Почему это противоположено в русском сознании? Жить по закону? Откуда взялось закон? Что дышал? Откуда повернул? То и вышло. Вот откуда все это? Во что? Ну, потому что в России, в русском сознании всегда параллельно была вторая реальность на уровне этики. Вот был закон, а было понятие. Но понятие это этически ориентированная национальная конструкция. Она там своеобразная, но она этическая. И вот русские люди все время пихают в этику, все пытаются из-за этого все проблемы. Потенциал бесконечный. Никуда это ничего не денется. Все пройдет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова